с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 31 октября международный день экономии а также сегодня отмечается день сурда переводчика этот день учрежден январе 2003 года по инициативе центрального правления всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общество на проблемы глухих если к примеру финляндии на каждую тысячу человек глухих приходится 300 сурдопереводчиков то в россии всего 3 всемирный день городов и день работников сизо и тюрем в россии также отмечается сегодня ну а теперь о родившихся 1840 год в этот мир приходит джон бойт дан лоб шотландский ветеринар и изобретатель придумавший вместе со своим сыном носившим точно такое же имя пневматические шины для автомобиля в 1892 году рождается александр алёхин русский шахматист который выступал за российскую империю советскую россию и францию четвертый чемпион мира по шахматам в 1922 году родился народный артист ссср анатолий попанов работал летельщиком на заводе в свободное время занимался в художественной самодеятельности в театральной студии при заводе в москве ушел на фронт с первых дней войны после ранения вернулся и поступил на актерский факультет гитиса работал в театре клайпеды где его первой ролью была роль сергея тюленина в молодой гвардии в 1948 году попанов переходит театр сатиры в москве где создает более полусотни образов не говоря уже о популярных кино ролях в 1936 году родился гавриил попов советский экономист и российский политик один из видных лидеров демократического движения председатель московского городского совета народных депутатов и первый мэр москвы в 1953 родился александр новиков российский поэт автор исполнитель песен в жанре русский шансон события дня 1517 год монах августинец доктор теологии профессор к виттенбергского университета мартин лютер приколотил на ворота церкви в немецком городке виттенберге свои знаменитые 95 тезисов против торговли индульгенциями согласно этому документу христианин может получить прощение грехов только при искреннем раскаянии и заменить его не могут никакие бумажки широкая продажа которых есть в сущности не что иное как мошенничество с этого имевшего огромный общественный резонанс выступления начинается эпоха реформации в европе 1794 год 28-летний джон дальтон последствии один из основоположников физико-химического атомизма а тогда еще начинающий самоучка выступил на очередном заседании манчестерского литературно-философского общества с докладом исключительные факты и наблюдения касающиеся цветового зрения где он впервые описал собственное цветовосприятие а именно неспособность различать красный и зеленый цвета открытие дальтонизма было воспринято как некий курьез и вызвало интерес лишь со временем когда выяснилось что цветовая слепота свойственно лишь мужчинам только спустя столетия эту загадку разгадала генетика а в практическом плане проблема дальтонизма обеспокоила людей только с бурным развитием транспорта ведь появились светофоры семафоры и все дальтоники стали потенциально опасными людьми 1811 год распахнул свои двери императорский царско-сельский лицей принятые в него одаренные дети 30 человек призваны были стать реформаторами российского государства здесь в атмосфере свобода мысли выросли пушкин и дельвиг декабристы пущин и кюхельбекер дипломат горчаков генерал вольховский мореплаватель матюшкин и другие 1884 на сцене мариинского театра санкт-петербургской публики впервые представлена опера петра ильича чайковского евгений онегин представление имело успех композитору был поднесен венок с тех пор великая опера не сходит со сцен санкт-петербургских театров да и не только санкт-петербургских 1892 год артур конан дойль опубликовал книгу приключения шерлока холмса первое произведение о знаменитом детективе повесть этюд в багровых тонах написано артуром конан долем 1887 последний сборник архив шерлока холмса опубликован в 1927 году 1951 год в лондоне появились первые пешеходные переходы типа зебра до этого переходы отмечались металлическими кружками которые были не слишком хорошо заметны водителям было научно обосновано что продольные белые полосы подсознательно заставляют водителя снижать скорость в германии зебра появилась в сентябре 1953 через пару лет после британской а в ссср зебру ввели только в середине 60-х годов наряду с другими элементами дорожной разметки 1961 год в соответствии с решением 22 съезда кпсс кстати принятым единогласно 30 октября тело иосифа сталина вынесено из мавзолея тело вождя помещено в гроб 8 офицеров выносят его из мавзолея и закапывают в могилу вопреки ожиданиям новость о выносе тела сталина из мавзолея страна восприняла достаточно спокойно 1984 в деле своими телохранителями сикхами убита индира ганди по их мнению осквернившие золотой храм вводом войск в этот день у нее было запланировано телеинтервью с питером устиновым известным английским писателем драматургом и актером немного поколебавшись она все-таки отказалась от пули непробиваемого жилета в ответ на злодейское убийство премьер-министра прокатилась волна стихийных выступлений против сикских экстремистов никто до сих пор не знает кто отдавал приказ убить индиру ганди многие до сих пор уверены в том что это дело рук двух фанатов одиночек им просто так захотелось но еще одно событие сегодня хэллоуин ночь перед днем всех святых говорят что празднику не менее двух тысяч лет истоки берет из кельтской культуры там существовали четко обозначенные начала времен года их было четыре самой знаменовал собой приход зимы отмечался 31 октября 7 веке папа бонифаций 4 утверждает 1 ноября днем всех святых желая отвлечь английский народ от языческих обычаев позже 2 ноября становится днем всех душ как допоминать всех умерших однако традиции сохранились народной памяти и победить их до конца так и не удалось последние годы праздник основательно возвратился в европу он также популярен и в некоторых азиатских странах дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам выторговывая сладости также устраиваются маскарада в окно выставляется полая тыква с вырезанными глазами ртом и свечкой внутри чтобы отпугнуть духов кстати тыква изобретение американцев а до того в ирландии и шотландии страшные маски которые потом вставляли свечки вырезали из реп и картофеля а в англии из свеклы жители нового света более двух с половиной миллиардов долларов ежегодно тратят на тыквы украшения свечи и поздравительные открытки ну а для нашего русского человека это скорее еще один повод что-то отметить а вот что понимают до конца не все с вами был николай пивненко в проекте дата